На часах 7.00. Одни заваривают сейчас свежий, крепкий кофе, а другие уже торопятся по своим делам на работу или учебу. Все это говорит о том, что утро нового дня началось. Доброе утро, крымчане. Сегодня 2 часа в прямом эфире. Для вас будут вещать Стефан Филатов и Ирина Берилюк. И происходить это будет на двух телеканалах Первый Крымский и Крым 24. Но мы находимся в такой экзотической локации в Академии строительства и архитектуры. И первым делом переходим к анонсу. Сейчас мы расскажем вам о том, что же ожидает вас в течение следующих двух часов в нашем эфире. Детские автокресла. Надежные и не очень. Как правильно выбирать удерживающие устройства, которые могут спасти жизнь? Дом-мастерская скульптора Игоря Лысенко в Мисхоре настоящий храм искусства. С мастером познакомит Ольга Литвиненко. Когда взрослые, не такие уж и взрослые. Как Александр Кононов пытался пробудить юношеский дух в тех, кто порой стесняется в себе ребенка? В ногу со временем. Что такое биопозитивные технологии? И как в Крыму собираются строить дома из отходов? Хронология вечности. 180 лет назад был заложен храм Христа Спасителя. Об этом и не только сегодня в программе «Утро нового дня». А мы благодарим наших партнеров, компанию Favilla, за предоставленную мебель. Я думаю, не стоит томить. Перейдем к новостям. Об этом мы сейчас как раз таки и поговорим. Первая новость будет о необычайном мероприятии в Крыму. Прошли цифровые забеги в Крыму и во всей России. Посвящены они переходу на цифровую картинку, на другой уровень телевещания. И посвящены они также уходу от аналогового телевидения. О том, как же это происходило в городе Симферополе, узнавал наш корреспондент Марина Осокина. У телевизионщиков самая слаженная командная разминка. Кто-то бегает по утрам в парке, а нашим корреспондентам и готовиться особо не нужно. Съемки в полях закаляют в спортивный характер. Я танцую вообще. Просто. Как ты готовился к забегу? Пришел. Ну, никак не готовился. Сейчас проверю, на что я способен. Главная тактика – больше позитива и друг друга поддержки. Тогда будут все чики-пуки. Ребята, мы так рады, что в субботу мы пришли сюда, на Воровского. И нам предоставилась такая возможность поддержать цифровое вещание. Ура! Ура! Дистанция совсем не спринтерская. 5040 метров по числу вышек цифрового ТВ в России. В таком серьезном деле, как переход на цифровое вещание, да, в рамках всей страны, конечно же, важно в первую очередь командное единство. Мы можем похвастать уже очень давно, и поэтому в сегодняшнем забеге мы проявим все. Мы покажем командное единство, мы покажем силу воли. И вот сотрудники МФЦ, Крымтехнологии и телерадиокомпании Крым, а также все желающие, на старте. С номер три – Симферополь! Ура! Побежали! В цифровом забеге участвует около 200 человек, только от нашей компании полсотни. Здесь мы, корреспонденты новостей, редакторы, режиссеры, водители. Но бежим мы не очень быстро, это тот случай, где качество важнее скорости. С детьми, мужьями и женами, и даже домашними питомцами симферопольцы преодолевают путь от аналога до качественной цифровой картинки. В этой семье, что смотреть по телевизору, решает общая любимица Соня. Главный участник забега, который постоянно смотрит телевизор, да, 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 вот, и будет уже в обозначенный срок нажимать кнопку цифрового телевидения. Какой канал любимый у нее? Ой, ну думаю, спорт. Крым-24? Крым-24. Финиш здесь у цифровой бабочки, символа яркой и качественной ТВ-картинки, нового уровня изображения любимых телепрограмм. Отлично пробежали, Макс. Как пробежали, расскажи нам. Отлично. Тешевая была дистанция? Да. Красочный флешмоб завершает цифровой забег. Позвали цифровой РТВ! Переход на цифру по всей стране 14 октября. Полуостров к нему давно готов. 44 вышки, из них 38 в Крыму и 6 в Севастополе отвечают за качественный сигнал. Уже сейчас можно смотреть качественное цифровое телевидение в Республике Крым. 27 совершенно бесплатных каналов. Уже с начала текущего года полностью покрытие цифрового телевидения 95% по всей территории Республики Крым. Вышки стоят, все работает. А спортивный праздник продолжился еще несколькими забегами. Всероссийская акция «Кросснации» прошла в Крыму уже в пятый раз. Самые маленькие мужественно бежали дистанцию в один километр. Участие принимали люди с ограниченными возможностями здоровья. Я себя чувствую, доча. Доча замечательная и вообще лучшую степь. В этом году в Симферополе «Кросснации» собрал больше двух тысяч человек. А завтра эстафету примет Евпатория. Марина Осокина, Анатолий Агеев, Новости 24. Белый цветок как символ добра. В Джанкуе прошла ежегодная благотворительная акция. Гостям за символическую плату предлагали купить свежую выпечку, поделки, картины и многое другое. А вот кому помогут на собранные деньги, узнавал наш корреспондент Евгений Адовжик. Белый цветок – символ доброты и милосердия. Его вручают каждому, кто приобщился к благотворительной акции. И таких здесь немало. Мы предлагаем домашняя выпечка. Делали поделки наши дети со своими родителями. Мы им рассказали, объяснили, для чего это заинтересовались родители и дети. И приняли активное участие. Вот сколько уже удалось собрать. Мы видим, что коробка пополняет. Мы стараемся. Конечно, на благое дело, конечно, надо. Сотни изделий из бумаги, ткани и подручных материалов. Заколки и брошки, картины и вазы, шкатулки и набор посуды. От такого разнообразия глаза разбегаются. Кто-то изготовил аукционные товары дома и принес их сюда, а кто-то делает их на месте. Провожу мастер-классы по гончарке. Просто дети растут, им надо все попробовать. Я стараюсь им, чтобы они почувствовали глину. Потому что мастер растет с детства. Я думаю, что если в сердце каждого загорится искорка, что-то делать своими руками, то всем будет прекрасно и радостно в этом мире. По соседству с гончарным ремеслом расположилась мастерская по изготовлению оригами. Чуть дальше плетение из лозы и полевых трав. И все это под зажигательные выступления местных артистов. Около сотни участников и более тысячи гостей жителей Джанкой и Джанкойского района объединили добрые дела. В прошлом году организаторы акции выручили около 90 тысяч рублей. В этом году планируют собрать не менее 100 тысяч. Благотворительная акция проходит в Джанкой в пятый раз. Все средства собраны, идут на нужды детям-сиротам из Джанкойской школы-интернат и из Джанкойской ЦРБ отделения хоспис старикам, которые брошены. Джанкой дал старт благотворительной акции «Белый цветок в Крыму». Главная республиканская площадка откроется на следующей неделе в Алуште. «Белый цветок» в этом году определил для себя основные две задачи. Это продолжение акции «Срочный билет». Мы увидели, что эта акция очень полезная. 85 детей по итогам прошлого года были отправлены сопровождающими на лечение. Но в этом году сумма будет поделена ровно пополам и половина будет отдана на организацию крымского детского хосписа. Подключится к благотворительной акции «Ифеодосия». Там организуют бал у Айвазовского, который пройдет в доме музея известного художника-мариниста. Евгения Довжик, Дмитрий Лалетин, Новости 24, Джанкой. На улице Александра Невского завершается первый этап капитального ремонта. И уже большая часть запланированных работ сделана. Когда же завершатся работы, знает наш корреспондент Александр Федорчак. На участке улицы Александра Невского от площади Советской до Суворовского спуска уже больше месяца длится капитальный ремонт. Сдача первого этапа в эксплуатацию запланирована на 10 октября. Но, по данным столичной администрации, подрядчик идет с опережением на три недели. Сегодня последний день. На первом этапе завтрашнего дня начинается уже второй этап. Резервирование дороги и так далее. На первом этапе выполнены практически все виды работ. Заменена ливневая и бытовая канализация. Выложено два слоя асфальта и бортовой камень. Его качество уже успели оценить местные жители. Там вот новую плитку положили. Асфальт хорошо. С той стороны смотрится. С заезда на кольцо. Дальше еще не видели. По качеству, я думаю, будет нормально. Потому что берутся же люди делают. Не просто же работают. Напомню, что участок дороги на улице Александра Невского был перекрыт в ночь 16 на 17 августа. Администрация Симферополя разработала временные схемы объезды, разместила их на сайте, а также установив на этих участках попутно знаки. Ориентировочно в октябре стартует второй этап реконструкции от Суворовского спуска до улицы Толстого. Полностью капитальный ремонт должны завершить до конца этого года. Александр Федорчак, Олег Черемисин. Новости 24. 21 сентября крымчане отметили праздник Дарвиза, который по крымско-татарским народным традициям знаменует начало осени. И наша крымская погода явно заявила о том, что осень не то чтобы пришла, но действительно уже диктует свои правила. Этот праздник в который раз уже доказал, что сентябрь идет, осень уже наступила. Тем не менее, чего же ожидать от погоды, непонятно, потому что несколькими днями ранее утром в это время еще было очень холодно. Сегодня же более или менее тепло. Что же будет днем, вообще предсказать невозможно. А поэтому давайте посмотрим погоду и убедимся, что же сегодня будет с ней. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симферополь Симферополь, съемка камеры. Вот все бы ничего, человек за рулем, да? Если бы не такой вот интересный момент, когда человек выезжает из своей задней части автомобиля сбивает парковочный шлагбаум. Это, конечно, зрелище очень интересное. Ничего не предвещало беды, и наверняка в таких ситуациях бывали немногие водители, а уж такой так тем более, потому что сначала боковое стекло выбило этот самый шлагбаум, затем заднее стекло, и потом происходило что-то непонятное, и водитель так и не мог остановиться, не знал, как с этим просто разобраться. Да, зрелище, конечно. Я думаю, это явный пример не совсем удачной, так сказать, поездки, но вот и по поводу более виртуозных махинаций на дороге, я думаю, можно было наблюдать на эти выходные, а именно соревнования роллеров, да? И никакой шлагбаум, самое главное, там никому не помешал. Кстати, роллеры соревновались в прыжках в высоту. Приехали они со всех городов полуострова, из Симферополя, Севастополя, Керчи, Джанкоя, Евпатории, и начинали они преодолевать высоту в 50 сантиметров, а затем постепенно, каждый раз она на 10 сантиметров увеличивалась. Я уверена, что это было действительно очень стоящее зрелище. Ну, а зачем сейчас наблюдает наш мобильный корреспондент Татьяна Балыкина? Я думаю, стоит прямо сейчас узнать. Таня, доброе утро. Доброе утро, Таня. Снимание. Итак, а мы продолжаем дальше. Снимание, Таня. Доброе утро, коллеги, здравствуйте, крымчане. Таня, так получилось, что мы еще не успели добраться до нашей локации, и нас застало в дороге. Прямо в дороге нас застало прямое включение. Очень рада всех, всем вам пожелать доброго утра. Сейчас я выйду на улицу. Я уже на самом деле выходила на улицу города с половины седьмого примерно, и там очень холодно. Если вы собираетесь сейчас выходить на работу, то, конечно, возьмите с собой какую-нибудь теплую верхнюю одежду, потому что очень-очень холодно, и на самом деле иногда даже смешно наблюдать за тем, как кто-то идет в совсем легкой курточке, да, кто-то у нас в Крыму в футболках ходит, а некоторые уже начали надевать пальто. Но, кстати, хочу вас порадовать о том, что все-таки нас ждет потепление, потому что вот с сегодняшнего дня и по четверг температура воздуха в течение дня будет превышать 20 градусов, уже наконец-то она поднимется до 20-24 градусов, 23-24 градусов, и даже ночью будет намного теплее с 5 по 12 градусов. На самом деле, к пятнице обещают снова похолодание, но у нас, в принципе, есть 4 дня, чтобы порадоваться тому, насколько же в Крыму снова тепло, какое небольшое бабье лето. Возможно, конечно, оно вернется к нам и в октябре, но, в любом случае, приятно. Сейчас я выйду из транспорта. Хочу вам сказать, что, в принципе, ничего не изменилось. На улице, правда, очень прохладно. Но я думаю, что если вы сейчас выйдете, возьмете с собой что-нибудь теплое, а так как в течение дня потеплеет на работу, конечно, лучше всего взять какую-нибудь сменную одежду, для того, чтобы вам уже в течение дня не было жарко, и все будет просто отлично. Также я хочу вам все-таки пожелать хорошего дня, хорошего настроения, пейте кофе, завтракайте. А я с вами пока что на время прощаюсь, но обязательно к вам еще вернусь. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Таня, но мы движемся дальше. В симферопольских жилых многоквартирных домах насчитывается 1192 лифта. И что интересно, почти половина из них у этих лифтов уже подходит к концу срок эксплуатации. Да вот, хотелось бы выделить, что в Алуште заменят 24 лифта, в Евпатории – 32, в городе Керчи – 25, в Ялте – 11 и в Ленинском районе – 13. Оборудование уже закупают, уже массово развозят по точкам, по тем местам, куда нужно. И в течение года, до конца этого года, заменят по всему Крыму порядка 400 лифтов. И, кстати, говоря о безопасности, продолжая тему безопасности, все-таки лифты должны же у нас безопасно работать. Безопасность должна соблюдаться на всех уровнях, и в особенности, когда мы говорим о транспортном движении, ну и непосредственно о том, в каких условиях люди находятся при поездке в автомобиле. Да, действительно. И вот как раз-таки об одном из этих нюансов расскажет наш корреспондент Илья Салямова, а именно об автокреслах. Сегодня личный транспорт есть практически в каждой селье, чего не скажешь про детские кресла в этих машинах. А ведь перевозить ребенка без удерживающего устройства опасно. И дело даже не в штрафах. Алексей Коронский убедился на собственном примере, что несчастливый билет могут вытянуть даже самые внимательные водители и заботливые родители. Из-за машины в центре города, на улице Гоголя, выскочила дама, которая не смотрела по сторонам, а просто выскочила из-за машины. Благо, скорость была небольшая, потому что город, ну и мне пришлось резко оттормазываться. Ребенок, соответственно, был кустом сзади. Если бы такого не было, он бы очень хорошо приложился даже с небольшой скоростью к переднему креслу. И примеров, когда автокресло спасло жизни ребенку тысячи. По статистике, в каждой четвертой аварии в России удар приходится на место, где сидит маленький пассажир. Нередко отсутствие удерживающего устройства при ДТП – смертный приговор для малыша. На дорогах Республики Крым за 8 месяцев произошло 107 ДТП, в которых 7 детей погибло, и 136 получили ранения. Из 7 погибших детей, 6 – это дети пассажира. А теперь о материальном. За перевозку ребенка без кресла водителю грозит штраф в размере 3000 рублей. Столько же стоит и самое дешевое детское сидение. Хотя, стоит ли экономить? Ведь при огромном ассортименте не все удерживающие устройства имеют право быть на полках магазинов. Краш-тесты проходят далеко не все изделия и адаптеры ремней. Автокресла должны защищать ребенка от нагрузок в ДТП, а не создавать видимой защиты. Хотя многих родителей все устраивает, ведь штрафуют за то, что кресла нет, а не за его качество. Надежное детское сидение не может быть легким. Оно должно иметь жесткий каркас. При выборе автокресла следует ориентироваться не на возраст ребенка, а на его рост и вес. В устройство лучше сажать маленького пассажира без верхней одежды. Если ремни поверх куртки плохо натянуты, малыш может просто вылететь из автокресла. Всегда нужно смотреть, чтобы были хорошо защищены. То есть вот где у нас голова находится, да, видите, здесь специальные такие вот глубокие выпады, назовем их так, сделаны. И хорошо должны быть защищены тазобедренные суставы. Дети до года размещаются против движения автомобиля. А вот когда рост превышает 150 сантиметров, смело официруйте чадо штатными ремнями безопасности. С Илья Салямова, Максим Турчев. Утро нового дня. Стефан, скажи, пожалуйста, а вот в твоей жизни имеют место добрые дела? Может быть, ты источник или в отношении тебя совершают? Я хвастаться не привык, не буду сильно об этом много говорить, но когда человеку нужна какая-то помощь, минимальная или чуть больше, размер, не важно. Если я понимаю, что я могу помочь, конечно же, я всегда помогу. И так же люди ко мне, ведь это же всегда взаимосвязано между собой, как ты к людям относишься, так и они к тебе. Да, вот а как ты думаешь, вот этот момент, что все больше волонтеров, как в Крыму, так и в мире появляется, да, абсолютно по разным тематикам работы. Как ты думаешь, это веяние вот стихийное или все-таки закономерность какая-то? Я думаю, что это наверняка закономерность. Кстати, надо же упомянуть, что у нас прошлый год был год волонтера и это движение набирает обороты, становится популярным и многие открываются новые движения, новые течения. Вот на прошлой неделе мы снимали репортаж о работе экологического движения и просто насколько вот люди воодушевляют других, вдохновляют своими поступками и это всегда развивается и людей таких становится больше. Конечно же, это радует. А ты как считаешь? Я абсолютно с тобой согласна, потому что если мы хотим как-то изменить мир, сделать его добрее, то в первую очередь нужно самому быть примером и, соответственно, покажи, как ты себя ведешь и также окружающие смогут видеть, поддерживать и, так сказать, подхватывать твою волну. Кстати, Ира, сейчас у нас в гостях общественные деятели. Я сейчас пообщаюсь у них как раз о благих делах и обязательно тебе расскажу. В гостях у нас, как я уже сказал, общественные деятели Сабина Каниева и Алиса Минеева и поговорим мы о помощи людям с ограничениями здоровья. Доброе утро. Доброе утро. Как началось ваше утро? Замечательно. Началось с кофе, с активного занятия немножко по разминочке. Спорт, наверное. Вы говорите о спорте. Да. Хорошо. А вы? Мое утро началось в 4.30. Бодро, весело. Заряд на весь день. Хорошо. Давайте перейдем к главной теме. Сейчас идет сбор денег на помощь, на покупку инвалидных кресел. Как это происходит и кто может присоединиться? Это происходит в рамках благотворительного проекта при помощи благотворительной организации Добро мира волонтеры Крыма. Присоединиться может абсолютно каждый в группе, в соцсетях. У нас у всех участников, у 12 участников проекта есть на страницах в соцсетях вся необходимая информация. Это можно сделать переводом на карту РНКБ, карту Сбербанка или кошелек Киви. Скажите, а вот эта помощь нацелена на конкретных людей или вы уже будете после понимать? Да, у нас есть уже 5 детей в списке конкретных, которым необходимы уже коляски уже сегодня. Мы обратились к Добро мира волонтера Крыма, сказали, что мы хотим благотворительный проект осуществить. Они нам посоветовали, сказали, ну так как они этим занимаются, они знают, кому это необходимо. У нас есть список. Вообще в Крыму 30 детей, которым нужны коляски, но вот пятерым нужны вот, что называется, еще вчера. И мы и для них собираемся покупать коляски. У нас есть информация об этих пяти детях. Вот Кира, Настя, есть фотографии, будет информация еще про остальных детей, тоже можно посмотреть в соцсетях. Именно для них, для каждого ребенка нужна определенная коляска, то есть нет одной коляски, универсальной для всех. И мы под каждого покупаем конкретную, специальную для него коляску необходимую. Скажите, таким уже, такой опыт, такая практика уже на полуострове была, или вот это первая помощь такого рода инвалидам? Именно по поводу покупки инвалидных колясок. Я лично сказать не могу, участники нашего проекта подобными проектами не занимались, именно колясками, но было реализовано уже больше 30, если мне не изменяет память, благотворительных общественных проектов в различных сферах, и вот наш один из них. Насколько я понимаю, сбор денег уже стартовал. Наверняка уже и есть люди, которые проявляют свою инициативу, проявляют свою помощь. Хотелось бы узнать, сколько вот таких людей, и насколько охотно они делают добро? Добро делается охотно на самом деле, и мы рады, что люди поняли мысль о том, что вклад важен любой. То есть пожертвовать сегодняшней своей чашкой кофе и перевести те же самые 100-200 рублей на карту Киви, это занимает буквально 2 минуты времени, и я приятно была удивлена, когда заметила, что действительно люди так делают. Конечно, пока не в том количестве, в каком хотелось бы, но мы пока над этим работаем, это тоже наша ответственность, наша обязанность. Но это, наверное, взаимосвязано с тем, что акция стартовала недавно, насколько я понимаю? Да, только 3 недели назад. 3 недели. Хорошо, а может быть у вас намечены какие-то конкретные сроки, в которые вы должны уложиться, или вот как сумма соберется, так и соберется? У нас проект имеет определенные временные рамки, у нас 7 ноября заканчивается проект, мы поставили себе такое время, чтобы поинтенсивнее это все делать, чтобы мы знали, что у нас есть крайняя точка, к которой мы должны прийти и уже купить эти 5 колясок. Да, запустились мы 3 недели назад, и сейчас у нас, мы сейчас переходим из стадии идей к стадии действия, планируем мероприятия благотворительные, концерты, серия благотворительных игр, у нас уже прошла благотворительная игра в мафию, вот буквально в эту субботу была, пришли люди, на самом деле очень приятно то, что люди отзываются, даже любой вклад нам предоставляют площадки, кофейня, люди приходят играть, даже помогают, говорят, да я не приду, просто так заплачусь, но это так приятно, у нас в Крым на самом деле большой, людей много, и даже если каждый по 100 рублей скинется, это уже можно купить, по-моему, не 5 колясок, а намного больше, и не только колясок. Скажите, можно ли говорить о такой тенденции, что все-таки творить добро становится популярно, вот не побоясь этого слова, да, я прошу не путать с модой, потому что это совершенно уже другое, но вот что больше людей все-таки хотят помогать друг другу, можем мы об этом говорить? Думаю, что да, это заметно, это видно, для меня это не первый общественный проект, и я вижу некую тенденцию, и это, конечно, приятно. Скажите, а лично вы видели с этими детишками, общались с ними? Да, вот Сабина поздравляла лично одну из девочек с днем рождения недавно. У нас у Киры был день рождения, 13 сентября, ей исполнилось 12 лет, мы поехали ее поздравлять, Алиса сделала тортик сама, мы купили шарики, пошли ее поздравлять, такие дети, на самом деле, они так улыбаются, так радуются, искренне, с шариком, какому-то тортику, приятному слову, они такие, такие позитивные, их так легко заинтересовать, они прям, на самом деле, я когда с ней встретилась, я так зарядилась от нее позитивом, как это ни странно, не я ее заряжала, она меня зарядила, на самом деле, прям такое желание, ну, появилось, горы свернуть можно просто, и я советую просто каждому, кто хочет принять участие, познакомиться с этими детьми, потому что тогда ты станешь их частью, и захочется им помогать, не только в таком плане. И не только им. Вообще, участие в благотворительных проектах, оно, это, ну, в первом твоем проекте, это некий старт, после которого ты уже не остановишься, потому что это нужно, ты начнешь понимать ценности этого. Объяснить это сложно, в этом надо побыть. И вот правильно я понимаю, да, что детская улыбка, это, наверное, самая большая благодарность. Скажите, сейчас речь идет о пятерых детях, но наверняка же полуостров этим не ограничивается, наверняка есть еще дети, которым нужна помощь. Планируете ли вы что-либо в отношении них? Около 30 на сегодняшний день детей, которым нужна подобная помощь, которым нужны коляски. А какой возраст? Возраст разный, то есть все это, это все несовершеннолетние дети, все до 18 лет, все, что старше, все, кто старше, всем помогает тоже государство. Коляски для взрослых выделяются. Финансирование на коляски для детей, насколько мне известно, на сегодняшний день в Крыму не выделяется. Не знаю, только ли в Крыму такая ситуация, но в Крыму это так. Вы уже упомянули о том, что эти коляски особенные, они индивидуальные, их надо переоборудовать. И переоборудование и сборка они будут проходить в Крыму или же на материке. Это уже готовая коляска с определенными техническими характеристиками, которые удовлетворяют потребностям каждого конкретного ребенка. Которые поддерживают их в тех местах, которые им нужно. Там вот коляска, как это кресло, и есть такие сбоку, как детям, куда руки ставить, она прям под каждого ребенка определенная, она поддерживает его там, где ему необходимо. Как вы считаете, до 7 ноября, да, вы говорите, что поставили срок справиться с этой задачей. Есть ли шансы? Вы уверены? Я уверена. На самом деле, не важно, какими темпами мы идем, но результат, я уверена, будет стопроцентный. Мы сейчас наберем обороты. Я, честно говоря, не вижу никаких преград. Не знаю, возможно, это мой какой-то энтузиазм, но на этом энтузиазме, мне кажется, можно многое сделать. Как я уже понял из нашей с вами беседы, что деньги не просто можно перечислить, да, но можно также принять участие во всяких, во всякого рода акциях и мероприятиях. Вот уже игра в мафию была. Что-то еще может быть запланировано? Поганируются мероприятия, это что касается тех, кто хочет поучаствовать в качестве участника. А также мы призываем предпринимателей не оттываться в стороне и, возможно, предложить какие-то варианты проведения мероприятий от себя, благотворительные вечера всевозможные, те же самые интеллектуальные игры различные, все, что можно. То есть предприниматели могут помочь не только деньгами, но предоставлением пространства своего для проведения какой-то игры или благотворительного концерта, каким-то иным участием, информационной поддержкой. На сегодняшний день ищется активно на сотрудничество полиграфическая компания, рекламная компания, которая смогла бы помогать с полиграфией. Но пока мы это делаем собственными силами. Так что вариантов сотрудничества много. Даже если вы хотите поучаствовать и не видите как, позвоните, напишите лично и все это обсуждается. Главное желание, намерение. А желание, как я уже понимаю, у крымчан есть. Кстати, вот такой вопрос интересный, если мы можем об этом говорить. О какой сумме идет речь? Какую сумму нужно собрать? Да, сумма указана у нас даже в буклете, который можно найти в соцсетях. Мы поставили такую круглую сумму 500 тысяч рублей. Это ориентировочная сумма. Скорее всего, эти пять колясок мы считали, это будет большая сумма. Там конкретная сумма, она может варьироваться, поэтому мы так округлили и поставили 500 тысяч. Конечно, если будет возможность собрать больше, мы сможем по ним помочь не только пятерым детям. У нас есть, я же говорю, список из 30 детей. Поставили эту сумму, исходя из стоимости колясок, на день, начало проекта. Дальше будем всем полуостровам помогать, содействовать, развивать эту ситуацию. Я хочу вас поблагодарить за интересную и, главное, актуальную, важную беседу. Но нашим телезрителям я хочу напомнить, что в гостях у нас были общественные деятели Сабина Каниева и Алиса Минеева. Ну а дальше наш эфир продолжат ролики из интернета, которые подготовили для вас наши корреспонденты. В Амстердаме появилась новая достопримечательность. Общественный фонд экологии спроектировал плавающий парк. Материалом для его сооружения послужил переработанный пластик. Пользователи интернета уверены, такие объекты нужно устанавливать в каждом городе. Не пугайтесь, этим людям ничего не угрожает. Это виртуальное пространство. Разработчики реалистично передали атмосферу мегаполиса. Пройтись по шаткой доске в этом 3D-мире задача не для слабонервного. Наблюдая за эмоциями посетителей, остается только удивляться, каких высот достигли современные технологии. Креатив и фантазия творят чудеса. Парням удалось создать новое направление в хореографии. Название жанру пока не придумали, но это не отменяет ежедневных тренировок, благодаря которым ребята добились такой синхронности движений. Неумытым трубочистам стыд и срам. Утро этого чистюли всегда начинается с водных процедур. Пользователи социальных сетей шутят, что скоро попугайчик будет чувствовать себя как рыба в воде. Немецкий художник Тим Бенгл придумал необычную технологию написания картин. Вместо красок он использует песок разных оттенков. Работы мастера уже нашли широкую популярность у ценителей современного искусства и представлены во многих галереях Европы. Выдержка, сдержанность и скромность. Похоже, этого питомца учили хорошим манерам в Оксфорде. Домашний любимец терпеливо ждет, когда хозяин угостит его лакомством и отводит глаза, когда его пытаются обвинить в попрошайничестве. Сразу видно, благородство у него не только в собачьей родословной. До Хэллоуина еще целый месяц. Многие уже начали готовиться к этому празднику, а самое интересное, что не только люди, но и животные. Жительница Гонконга запечатлела своего французского бульдога, который, с одной стороны, выглядит ужасно, но в то же время очень забавно, потому что он разодет в костюм Чаки. Знаешь, что такое Чаки? Конечно, это герой из фильма ужасов, который, по крайней мере, я его боялся в детстве, и наверняка многие люди моего возраста его боялись, а тут еще и эта собака, только представьте себе, бежит с ножом и не понимаешь, радоваться, пугаться, что вообще, как реагировать на эту собаку? Самое интересное, что героя нашего видео у него кличка Ромео, 11-месячный щеночек, да, такой, я уверена, что на Хэллоуин он явно покорит не одно сердце, но раз он Ромео, хотелось бы, чтобы Джульетту свою он как можно скорее встретил. Ну, возможно, костюм ему надо какой-нибудь другой подобрать для таких романтических событий. Ну, а мы движемся дальше и следующая новость посвящена ялтинскому спортсмену Александру Гурину, который впервые за тот период, когда Крым присоединился к России, стал мировым чемпионом по джиу-джитсу. Да, мне бы хотелось даже уточнить, он занял третье место по джиу-джитсу, где участие принимало около тысячи человек, даже больше, тысяча 130, если я не ошибаюсь. 30 человек, участники из 57 стран. Гордится им, конечно, весь Крым, вся Россия. И если нам сейчас наш мобильный корреспондент расскажет что-нибудь интересное, Татьяна Балыкина, возможно, и мы будем ей гордиться. Татьяна Балыкина, доброе утро. Доброе утро, Тань. Снова коллеги, доброе утро, Ирочка, Стефан, доброе утро всем крымчанам и тем, кто встречает утро нового дня вместе с нами. Я сейчас нахожусь на улице Александра Невского. И если кто-то только собирается на работу, завтракает, пьет кофе, то здесь работа кипит с самого утра. Рабочие трудятся и продолжают делать улицу. Вы можете видеть, как за моей спиной как раз-таки все это сейчас происходит, а я стою на первом участке, который должны были сделать. И хочу вам сказать, что сдали его частично 20 сентября. Сделали ливневую канализацию, бытовую канализацию, выставили и уложили бортовой камень, также два слоя асфальтобетонного покрытия. Осталось здесь буквально какие-то небольшие детали, а также уложить уже третий слой асфальта. Я с утра успела пообщаться с рабочими, которые, конечно, продолжают трудиться. С самого утра еще до рассвета они были здесь, а так как рассвет у нас в половине седьмого, вы можете представить, насколько рано нужно было встать, чтобы приехать и продолжать работу. Трудиться они будут также до заката, а возможно и после. Такую информацию мне дали рабочие. На самом деле сейчас сложно судить о качестве, да, мы не профессионалы. Хочется дождаться уже завершения ремонтной работы, чтобы профессионалы смогли оценить, насколько качественно и хорошо сделали эту улицу, потому что это одна из центральных аллей города. На самом деле уже очень приятно смотреть на новые тротуары, бордюры и на то, как все преобразилось. Конечно, со временем хочется, чтобы наш город становился еще прекраснее и лучший, потому что все-таки столица Крыма один из лучших городов. И вообще наш Крым, конечно, это жемчужная Россия. Вот смотрите, сколько людей спешат на работу. Хочется, конечно, чтобы на лицах было побольше улыбок, хорошего настроения, несмотря на то, что приходится вставать рано и спешить на работу, то, что это понедельник. Доброе утро! Потому что это все-таки понедельник, начало рабочей недели. Также хочу вам пожелать самой лучшей рабочей недели, чтобы она была плодотворная, полезная, интересная, а также, чтобы у вас всегда было хорошее настроение. А сейчас мне пора заканчивать и двигаться к следующей локации, поэтому я передаю слово коллегам и с вами, конечно, не прощаюсь, мы с вами еще увидимся. Доброе утро, хорошего дня! Спасибо, Таня! Мне бы хотелось продолжить тему спорта и рассказать еще про одну нашу крымскую гордость. А Глеб Бокши, парень, молодой боксер, занял первое место, эту золотую медаль, завоевал на чемпионате мира, который проходил в Екатеринбурге. И, насколько я знаю, он сражался в категории, весовой категории, до 75 килограмм. Я думаю, что это прекрасный пример для нашего подрастающего поколения и не только. со спортсменами он справлялся уверенно и также даже преодолел волнение в последней схватке, тоже показал все свои силы, все на что гораст, вышел из нее победителем и уже готовится к Олимпийским играм 2020 года. Да, парень действительно молодец, я лично, как спортсмен, очень уважаю и вдохновляюсь такого рода деятельностью. Но я думаю, что каждый из тех людей, которые посвящают себя спорту, является в какой-то мере скульптором. Не находишь? Ты, наверное, говоришь о том, что люди работают со своим телом, с духом, вытачивают себя. И я тут с тобой абсолютно соглашусь, тоже признаю их скульпторами, но все-таки о скульпторах в таком виде, в котором мы к ним привыкли, к традиционным скульпторам, мы узнаем из следующего сюжета Ольги Литвиненко. Современная скульптура давно не музейный экспонат, а часть городского или садово-паркового пространства. Игорь Лысенко работе с глиной посвятил всю жизнь. Считает, что лучшее арт-пространство для его работ – сад. Пришла мысль, что лучше работу выставлять на улице. Потому что скульптура в помещении занимает какое-то задавленное пространство. Некоторые скульптуры имеют философский подтекст. Для того, чтобы их понять, понадобится открыть произведения мировой классической литературы. Например, основу идеи композиции «Три ангела» мастер позаимствовал у итальянского мыслителя. Как рождается человек и как ему дальше придется жить. Дело в том, что вот ангел принимает каждого человека и просит Господа, чтобы он ему дал талант. Среди большого количества лиц взгляд замирает на одном. Не часто встретишь настолько замысловатую скульптуру. Был такой поэт Руни, он работал вместе с другими иранскими поэтами того времени и у него была такая фраза «Зашейте мне глаза, пусть сердце будет глазом». Центральное место в творчестве скульптора занимает тема тавриды, амфоры, сосуды в окружении олив и древнегреческих богинь. Все как во времена античности. Это модель скульптуры Нериды, морской нимф. Ее законченный вариант находится на даче Чаир. Тересен тот факт, чтобы отлить ее из бронзы, нужно сначала разделить на части, а затем заформовать. Главные идейные вдохновители близкие люди. В лице древнегреческой богини можно найти сходство с супругой художника. Работает мастер с разными материалами глина, бронза и керамика. Основной материал для работы в скульптуре это глина. В среднем на одно произведение может уйти около трех дней. В мастерской автора можно встретить исторические, античные, библейские мотивы. Вот, например, композиция «Исход». Люди покидают родные дома и уходят никуда. Скульптуры обжигаются в печи при температуре 1200 градусов. Конструкция изготовлена на заказ и благодаря внутренней отделке об корпус не обожешься даже в самый разгар работы. Она работает уже больше 20 лет. Выложена из совершенно уникального кирпича, который изготавливался там в научно-исследовательском институте. Искусство без границ. Работы мастера можно встретить в частных коллекциях в странах Западной Европы. Часть скульптуры экспонируется в Польше, Англии, США, Чехословакии, Украине и России. Ольга Литвиненко, Влад Мошек. Утро. Нового дня. Отказ от пластика, от полиэтилена, массовые субботники, мероприятия тематические для образования подрастающего поколения. Вот все больше крымчан, все большее количество крымчан начинают заботиться об экологии родного края. И здесь, кстати, есть ряд нововведений. Действительно, и про один из таких, одно из таких нововведений сейчас нам расскажет гость, который на студии. А у нас сегодня Николай Либомирский, доктор технических наук, профессор, заместитель директора по науке Академии строительства и архитектуры Крымского Федерального Университета. Доброе утро. Доброе утро, Николай Владимирович. Ну что ж, сразу же хочется спросить о биопозитивной технологии строительства. Что же это такое? Биопозитивной технологии, ну, я думаю, нет смысла большого говорить об экологии, да, о ресурсосбережении. Эта тема, наверное, изъезжена уже давным-давно и у всех на слуху. Вот биопозитивное строительство, это один из таких серьезных шагов, я бы сказал бы, к зеленым технологиям. Причем мы сейчас можем это уверенно уже говорить, и такие термины употребляют зеленые технологии. Буквально в этом году в Российской Федерации вышел предварительный национальный стандарт, который так и называется зеленые технологии, термины, определения, критерии. А что же это значит? Зеленые технологии должны соответствовать четырем таким важным факторам. Природоподобие, это как говорится в стандарте, биопозитивность, комфортность, безопасность. Вот те технологии, которые мы разработали у нас в Академии строительства и архитектуры, в буквальном смысле соответствуют всем этим четырем критериям, и их можно отнести к зеленым технологиям. Ну, в первую очередь это технология, которая в своем производстве использует углекислый газ, тот парниковый газ, который портит всю окружающую среду у нас на планете. Причем, если учесть то, что буквально этим летом Земля перешагнула такой серьезный рубеж, и концентрация СО2 в атмосфере превысила все возможные концентрации, какие были в истории планеты Земля, то, наверное, эти вопросы, на мой взгляд, очень актуальны и злободневны. Вот. Если вкратце о нашей технологии, то, да, действительно, в технологии используется этот углекислый газ, причем изделия, строительные изделия, как правило, стеновые изделия, изготавливаются исключительно на наших отходах, крымских отходах, это известняки и отходы известковых производств. И вот в результате взаимодействия углекислого газа с портландитом или известью, да, обычной известью, происходит реакция карбонизации, превращается известь в очень твердый, прочный камень, в результате мы получаем высокопрочное качественное изделие, строительное. Вы говорите, что в основном такая технология при работе со стенами, да, если я правильно вас понял? Стеновые, да, пока мы над стеновыми материалами работаем. Хорошо, а какие-то, может быть, есть перспективы, как-то еще можно использовать? Конечно, есть. Мы уже разрабатываем другие отходы, какие есть в Российской Федерации, в частности, мы работаем сейчас над снефелиновым шламом, это страшный отход от переработки сырья для производства алюминия, страшный в том плане, что его накопилось большое количество и практически никак не используется, потому что использовать его можно крайне ограниченно. А вот в нашей технологии он прекрасно реагирует с углекислым газом, превращаясь в камень, который можно, из которого можно делать и тротуарную плитку, и бордюрный камень, ну и стены и так далее и тому подобное. А вот такие вещи, насколько они будут прочны, вот если говорить о стенах, о тротуарной плитке, они будут равносильно тем же материалам, которые мы используем сейчас, или же все-таки у них будет другой срок действия, годности? Ну вот по прочности могу вам сказать определенно, вот кирпич, который мы все используем керамический, это марка кирпича 75-250 килограмм на квадратный сантиметр, прочность, которую он выдерживает усилия. Наши кирпичи, которые мы получали, марка 400, марка 700. То есть еще и кирпичи, правильно я понимаю? То есть практически в 2,5, практически в 3 раза могут превышать прочность традиционных материалов. То есть как следствие наверняка многие сейчас заинтересуются этим, можно ли говорить о том? Мы надеемся, причем вот этими технологиями в Российской Федерации практически никто не занимается, мы были первые на Украине, которые этим начали заниматься, я думаю где-то в это время и в мире тоже начались эти разработки лет 10 назад, мы наверное первые были в Украине, которые употребили термин биопозитивность вообще, но вот сейчас в России после того, как мы познакомились с коллегами в Белгороде, с коллегами в Твери, я смотрю, что там тоже потихоньку обращаются к этой теме получения карбонизированных материалов, использования СО2 для производства строительных материалов, так что я надеюсь перспектива у нас будет. Раз такой опыт перенимают, значит в этом действительно есть смысл, значит это уже о многом говорит. Хорошо, а перспективы на будущее какие есть в этой деятельности? Перспективы на будущее мы планируем сделать кроме такого высокопрочного материала, хотя вот иногда некоторые скептики говорят, зачем нам такая высокая прочность запредельная. Мы хотим сделать на основе таких технологий более легкий теплоизоляционный материал, тот, который востребован сейчас на рынке. Причем для производства такого материала мы планируем использовать опять же отходы сельского хозяйства. Это и солома, это и костра лубяных культур, это рисовая шелуха замечательно подходит и весь фишка в этой технологии, можно так сказать, такой смак, это то, что мы эти материалы можем получать за считанные минуты. Если мы знаем изделие на основе бетона твердею 28 суток, нужно ждать либо ускорять как минимум сутки на это уходят, у нас материалы получаются от 15 минут до полутора часов. А вот такие теплые материалы, про которые я начал говорить, над которыми мы сейчас в данный момент активно работаем, они вообще могут получаться за 1-2 минуты, причем непосредственно в форме формования. вы уже в нескольких деталях описали строительство дома, что такие вещи можно при строительстве использовать. Можно ли говорить о том, что однажды здесь в Крыму, может быть, в России появятся дома, которые сделаны полностью из биопозитивных материалов? Очень сильно надеюсь. Да, вот если в планах ваш. где-то уверен, потому что, если верить теории Вернадского, вот та новосфера, которая создается вокруг технологий, карбонатных технологий, технологий карбонизированного отвердения, я думаю, что через лет пять мы к этому придем, безусловно. Если брать тенденции в мире, а там как-то инновации немножко быстрее продвигаются, к сожалению, чем у нас, там уже на всю работает технология такая, как Солидия в Америке, причем она получила престижнейшую премию за инновации в мире, и в Англии работает подобная технология карбонбастер, но они делают немножко все по-другому, не так, как мы. Да, они там карбонизируют цемент, используют углекислый газ, по сути, как ускоритель твердения, а в Англии производят кирпич, прочностью 7 килограмм на квадратный сантиметр. Николай Владимирович, время, к сожалению, подходит к концу, немножко ограничено, мы благодарим вас за такую увлекательную и полезную, самое главное, беседу, и напоминаем, что сегодня в студии у нас был Николай Любомирский, доктор технических наук, профессор, заместитель директора по науке Академии строительства и архитектуры Крымского Федерального Университета. Спасибо вам. Я уверен, что вот такие технологии наверняка войдут в историю, станут для нас обычными, привычным делом это все будет и когда-то мы будем вспоминать вот эти дни, когда все это зарождалось, развивалось, когда-то это войдет в историю, но о том, что уже вошло в историю, мы поговорим дальше. 23 сентября 1839 года в Москве заложен Храм Христа Спасителя. Строительство началось по указу императора Александра I в честь победы над войсками Наполеона. Возведение стен, золочения куполов, роспись сводов длилась 44 года. На то время Храм Христа Спасителя стал самым высоким сооружением Москвы и самым вместительным культовым сооружением в стране. После революции на месте собора решают возвести Дворец Советов и в 1931 году фундамент здания взрывают. Позднее оставшиеся после сноса ценные материалы, такие как мрамор, используют для отделки московского метрополитена. Восстановление собора начинается в 1994 году при содействии мэрии Москвы. Сегодня Кафедральный собор Христа Спасителя является главным духовным центром страны и одной из самых ярких достопримечательностей российской столицы. Мы благодарим наших партнеров компания Фавилла за предоставленную мебель. И тут сразу же, знаешь, хочу немножечко подискутировать с тобой, Стефан. А сейчас так модно и где-то актуально даже выражение внутренний ребенок. Вот какие-то практики, медитации, книжки. Ты слышал вообще об этом? Что это такое внутренний ребенок? Я слышал, потому что это действительно модно и современно. Многие об этом говорят практически на каждом углу. Вот что это конкретно? Я не очень понимаю. Если честно, мне не понимать не очень хочется, потому что, ну, я не понимаю, для чего мне может понадобиться внутренний ребенок. А вот, наверное, для того, чтобы не быть таким чересчур строгим, наш корреспондент Александр Кононов и приготовил для нас сюжет о детстве. Давайте посмотрим. Куклы, машинки, мечи, конструкторы, а еще и карусели, батуты и прочие детские удовольствия. Можно очень долго перечислять варианты для игр. Иногда даже взрослому сложно не поддаться соблазну почувствовать себя ребенком. Самое прекрасное в детстве это беззаботность получения удовольствия от простых вещей. Но есть и свои минусы. Юный возраст быстро заканчивается. Все же оставаться ребенком в душе вполне возможно. Некоторые считают это особым талантом, свидетельством артистических способностей, а другие даже зарабатывают этим, как, например, клоуны. Но все же детскость это просто умение радоваться жизни. Когда мне смешно так про себя думать, что я ребенок, но может быть можно и так рассуждать. Мне 23 года, но я полностью себя чувствую на все 14 лет. это незабываемое ощущение. Настоятельно рекомендую всем взрослым хоть раз до почувствовать себя ребенком. Однако многие взрослые стесняются этого состояния, а некоторые и вовсе стараются его не проявлять, считая, что дурачиться плохо. Психологами доказано, что на время отвлекаться от повседневных забот нужно. Положительные эмоции благотворно влияют на организм, помогают бороться со стрессом, улучшают самочувствие. У каждого человека обязательно есть три состояния всегда, в любой момент жизни. Ребенок, взрослый и родитель. И вот как раз состояние ребенок отвечает за наши сферы желаний, за четкое понимание, чего я хочу, за то, что человек может как-то творчески выражаться. Состояние ребенка, оно полезно, и оно полезно каждому из нас. Особенно хорошо впадать в детство получается у тех, у кого есть маленькие дети. Ну это не объяснить просто словами. Приходит какой-то азарт детский. Начинаешь играть с ним в его мечты. Мы все вместе делаем, вместе в мячик, вместе каштаны, вместе мелочки рисуем. Игра с детьми не только дает возможность шалить, но и очень полезна для укрепления взаимоотношения с ребенком. Бегать, прыгать, пачкать друг друга красками, вместе танцевать это значит быть с ним на одной волне. Обязательно, если вдруг у вас появляется хоть какая-то малейшая возможность почувствовать себя ребенком, делайте это. Психологи рекомендуют. Самое главное это не впасть в детство надолго, не погрузиться в состояние инфантильности. Тогда все может закончиться плачевно, ведь когда свою вину человек перекладывает на других, начинается безответственность. Александр Кот, Андрей Псом, Утро Нового Дня. Снова доброе утро, телезрители. Доброе утро всем тем, кто присоединился к нам. А еще целый час в прямом эфире для вас будут вещать Стефан Филатов, Ирина Берелек. Происходить это будет на двух телеканалах Первый Крымский и Крым-24. Но мы находимся в такой экзотической и позитивной локации, а именно в Академии архитектуры и строительства. Ну а сейчас расскажем вам о том, что же будет вас ожидать в течение следующего часа в нашем эфире. Детские автокресла. Надежные и не очень. Как правильно выбирать удерживающие устройства, которые могут спасти жизнь? Дом-мастерская скульптора Игоря Лысенко в Мисхоре настоящий храм искусства. С мастером познакомит Ольга Литвиненко. Когда взрослые, не такие уж и взрослые. Как Александр Кононов пытался пробудить юношеский дух в тех, кто порой стесняется в себе ребенка. В ногу со временем. Что такое биопозитивные технологии и как в Крыму собираются строить дома из отходов? Хронология вечности. 180 лет назад был заложен храм Христа Спасителя. Об этом и не только сегодня в программе «Утро нового дня». А мы благодарим наших партнеров компанию «Фэвилла» за предоставленную мебель, которая вот таким вот образом украшает нашу студию. Я думаю, самое время дальше продолжать рассказывать нашим телезрителям о том, что же происходит на Крымском полуострове. Переходим к новостям. К яркой и четкой ТВ-картинке бегом. По всей стране прошли цифровые забеги, посвященные переходу на цифровое телевидение и уходу от аналогового. А как эта акция прошла в городе Симферополе, узнавал наш корреспондент Марина Осокина. У телевизионщиков самая слаженная командная разминка. Кто-то бегает по утрам в парке, а нашим корреспондентам и готовиться особо не нужно. Съемки в полях закаляют в спортивный характер. Я танцую вообще, просто. Как ты готовился к забегу? Пришел. Ну, никак не готовился. Сейчас проверю, на что я способен. Главная тактика больше позитива и друг друга поддержки. Тогда будет все чеки-пуки. Ребята, мы так рады, что в субботу мы пришли сюда, на Воровского, и нам предоставилась такая возможность поддержать цифровое вещание. Ура! 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 Станция совсем не спринтерская. 5040 метров по числу вышек цифрового ТВ в России. В таком серьезном деле, как переход на цифровое вещание, в рамках всей страны, конечно же, важно в первую очередь командное единство. Мы можем похвастать уже очень давно, и поэтому в сегодняшнем забеге мы проявим все. Мы покажем командное единство, мы покажем силу воли. И вот сотрудники МФЦ, Крымтехнологии и телерадиокомпании Крым, а также все желающие на старте. Смири! Цифровое! В цифровом забеге участвует около 200 человек, только от нашей компании. Полсотни. Здесь мы, корреспонденты новостей, редакторы, режиссеры, водители. Но бежим мы не очень быстро, это тот случай, где качество важнее скорости. С детьми, мужьями и женами и даже домашними питомцами симферопольцы преодолевают путь от аналога до качественной цифровой картинки. В этой семье что смотреть по телевизору решает общая любимица Соня. Главный участник забега, который постоянно смотрит телевизор. Да, 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 да. Вот. И будет уже в обозначенный срок нажимать кнопку цифрового телевидения. Какой канал любимый у нее? Ой, ну думаю, спорт. Крым-24? Крым-24. Финиш здесь у цифровой бабочки, символа яркой и качественной ТВ-картинки нового уровня изображения любимых телепрограмм. Отлично пробежали, Макс. Как пробежали, расскажи нам. Отлично. Тяжелая владельца веселая? Да. Красочный флешмоб завершает цифровой забег. Отличный цифровой РТС. Переход на цифру по всей стране 14 октября. Полуостров к нему давно готов. 44 вышки, из них 38 в Крыму и 6 в Севастополе отвечают за качественный сигнал. Уже сейчас можно смотреть качественное цифровое телевидение в Республике Крым. 27 совершенно бесплатных каналов. Уже с начала текущего года полностью покрытие цифрового телевидения 95% по всей территории Республики Крым. Вышки стоят, все работает. А спортивный праздник продолжился еще несколькими забегами. Всероссийская акция Кросснаций прошла в Крыму уже в пятый раз. Самые маленькие мужественно бежали дистанцию в один километр. Участие принимали люди с ограниченными возможностями здоровья. Как себя чувствует доча? Доча замечательная вообще. Лучше всех. Да! В этом году в Симферополе Кросснаций собрал больше двух тысяч человек. А завтра эстафету примет Евпатория. Марина Осокина, Анатолий Агеев, Новости 24. Белый цветок как символ добрых дел. В Джанкуе прошла благотворительная акция, где гости могли буквально за символическую цену купить свежую выпечку, разного рода поделки и даже маленькие бумажные белые цветочки. Ну а кому же помогут на собранные деньги, знает Евгения Довжик. Белый цветок символ доброты и милосердия. Его вручают каждому, кто приобщился к благотворительной акции. И таких здесь немало. Мы предлагаем домашняя выпечка. Делали поделки наши дети со своими родителями. Как бы мы им рассказали, объяснили, для чего это заинтересовались родители и дети и приняли активное участие. Вот. Сколько уже удалось собрать? Мы видим, что коробка пополняет. Ну стараемся. Конечно, на благое дело надо. Сотни изделий из бумаги, ткани и подручных материалов. Заколки и брошки, картины и вазы, шкатулки и набор посуды. От такого разнообразия глаза разбегаются. Кто-то изготовил аукционные товары дома и принес их сюда, а кто-то делает их на месте. Провожу мастер-классы по гончарке. Просто дети растут, им надо все попробовать. Я стараюсь им, чтобы они почувствовали глину, потому что мастер растет с детства. Я думаю, что если в сердце каждого загорится искорка, что-то делать своими руками, то всем будет прекрасно и радостно в этом мире. По соседству с гончарным ремеслом расположилась мастерская по изготовлению оригами. Чуть дальше плетение из лозы и полевых трав. И все это под зажигательные выступления местных артистов. Около сотни участников и более тысячи гостей жителей Джанко и Джанкойского района объединили добрые дела. В прошлом году организаторы акции выручили около 90 тысяч рублей. В этом году планируют собрать не менее 100 тысяч. Благотворительная акция проходит в Джанкой в пятый раз. Все средства собранные идут на нужды детям-сиротам из Джанкойской школы-интернат и Джанкойской ЦРБ отделения хоспис старикам. которые брошены. Джанкой дал старт благотворительной акции «Белый цветок» в Крыму. Главная республиканская площадка откроется на следующей неделе в Алуште. «Белый цветок» в этом году определил для себя основные две задачи. Это продолжение акции «Срочный билет». Мы увидели, что эта акция очень полезная. 85 детей по итогам прошлого года были отправлены сопровождающими на лечение. Но в этом году сумма будет поделена ровно пополам и половина будет отдана на организацию Крымского детского хосписа. Подключиться к благотворительной акции и «Феодосия». Там организуют бал у Айвазовского, который пройдет в доме-музее известного художника-мариниста. Евгения Довжик, Дмитрий Лалетин, Новости 24, Джанкой. В Симферополе на улице Александра Невского подходит к завершению первый этап реконструкции. Основной объем на конкретном месте, основной объем работ на конкретном месте уже почти выполнен. Так а когда он закончится, узнавал наш корреспондент Александр Пидорщак. На участке улицы Александра Невского от площади Советской до Суворовского спуска уже больше месяца длится капитальный ремонт. Сдача первого этапа в эксплуатацию запланирована на 10 октября, но по данным столичной администрации подрядчик идет с опережением на три недели. Сегодня последний день, мы на первом этапе завтрашнего дня начинается уже второй этап резервирование дороги и так далее. На первом этапе выполнены практически все виды работ. Заменена ливневая и бытовая канализация, выложено два слоя асфальта и бортовой камень. Его качество уже успели оценить местные жители. Там вот новую плитку положили, асфальт хорошо с той стороны смотрится, с заезда на кольцо. Дальше еще не видели. По качеству, я думаю, будет нормально, потому что берутся же люди, делают, не просто же работают. Напомню, что участок дороги на улице Александра Невского был перекрыт в ночь 16 на 17 августа. Администрация Симферополя разработала временные схемы объезда и разместила их на сайте, а также установив на этих участках попутно знаки. Ориентировочно в октябре стартует второй этап реконструкции от Суворовского спуска до улицы Толстого. Полностью капитальный ремонт должны завершить до конца этого года. Александр Федорчак, Олег Черемисин, Новости 24. В начале последнего последней недели сентября уже она наступила. Это последняя неделя. Напоминаю, на календаре 23 число. И это значит, что должно прийти в обе лето. Будет тепло, сухо и очень приятно. Хотелось бы, да, чтобы, конечно, было так. Что ты думаешь, Стефан, по поводу погоды? Мне бы хотелось, чтобы было вот именно так, может быть, приближенно к лету не меньше твоего. Я бы очень хотел быть. Может, еще и море не остыло, и искупаться можно. Но вот мне все-таки не дает покоя бабье лето. Откуда это название? Что это значит? Ты, может быть, знаешь, почему бабье лето? К сожалению, я не расскажу, не поведаю тебе поводу того, почему именно бабье лето. Но вот такой момент, связанный с погодой, могу тебе рассказать, что, конечно же, сейчас на Крымском полуострове погода довольно-таки нестабильная. Она то холодная, да, то резко жарко. Я думаю, похоже на женское настроение. Так же быстро стремительно меняется. Вот в этом ты точно права, потому что еще с утра было достаточно тепло. Я даже был удивлен, потому что последние дни утра были холодные, а это было теплое. Тем не менее, сейчас уже опять прохладно. И что же будет дальше, просто невозможно предугадать. Но и предугадывать не будем. Я предлагаю посмотреть прогноз погоды. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» В Крыму даже коты со своим характером. Найти самое удобное место, прилечь, отдыхать себе спокойно, даже несмотря на то, что ты находишься на мотоцикле, еще и не на своем. И приходит хозяин, который грозно на тебя смотрит, говорит «Уходи», а ты себе лежишь такой. Ну явно крымский характер, да, такой твердый и непоколебимый. Крымский характер, да еще и это коток, а ты же всеобщий любимца, поэтому наверняка он уверен в том, что ничего ему за это не грозит. Кот, может быть, думает, что его еще и покатают. Да, я бы, если честно, если увидела такое зрелище, что кот едет на мотоцикле, явно как минимум бы удивилась. Ну а почему нет? Кто знает, что будет дальше. Люди, как у нас технологии продвигаются, может быть, и коты скоро будут кататься. Посмотрим, поживем, увидим. Ну а мы движемся дальше и сейчас расскажу вам о том, как проходит подготовка в учреждениях крымских, подготовка к отопительному сезону. Сейчас ударными темпами на это внимание обращают в плане школ, лечебных учреждений, детских садов и ударными темпами, повторюсь, этот процесс продвигается. Кстати, по школам к отопительному сезону в Симферополе готовы абсолютно все. Да, хотелось бы немножечко, совсем немножечко статистики, что 48 школ уже готовы, а из детских садов, если я не ошибаюсь, то это 57, количество, которое готово полностью к такому отопительному сезону. И еще бы хотелось узнать, что же актуального, помимо подготовки школ и детских садов на данный момент в нашем Крымском полуострове, что происходит на улицах города Симферополя, чтобы наш мобильный корреспондент, которого мы и отправили рассказать нам все самое интересное, Татьяну Балыкину. Здравствуйте, коллеги. Я сейчас нахожусь в детском парке города Симферополя. На самом деле приятно видеть, что крымчане понемногу просыпаются, и в городе становится все больше и больше людей, но также могу сказать, что становится и больше машин. Поэтому, если вы хотите все-таки успеть на работу в срок, то нужно было выходить заранее. И если вы еще не вышли, то тоже стоит выходить заранее. А я сейчас хочу вам показать кое-что интересное. Здесь сейчас стартовала акция в детском парке. И акция называется «Семейное дерево». В администрацию, вообще в дирекцию детского парка часто, оказывается, поступали такие сообщения или просьбы жителей города о том, что они хотят посадить какое-нибудь дерево, возможно, экзотическое, или просто какой-нибудь вклад в зеленую копилку города сделать. И вот я вам сейчас уже хочу сказать, что первая семья посадила дерево. Это вот буквально накануне произошло. Возле памятника Петру и Февронии он находится вот здесь, вот под цифркой 6. Если вы хотите посмотреть, там грецкий орех высадили. И на самом деле это памятник семьи и верности посвящен. Поэтому так неожиданно получилось, а возможно и ожидаемо, но в принципе я считаю, что это замечательно, потому что пожилая пара, которая его высадила, не так давно отметила годовщину свадьбы. Раз так у них 40 лет совместной жизни, поэтому в этом месте вы можете увидеть, так сказать, дерево любви, оно будет расти и крепнуть только с годами. Также, если вы тоже хотите сделать какой-то вклад, озеленить в город или просто сделать что-нибудь действительно полезное и приятное, вы можете принести липу, каштан. Также, если вы хотите какое-то другое дерево, вы можете согласовать с дирекцией детского парка и сделать такой, так скажем, свой небольшой вклад и озеленить в парк. Так что это будет проходить в октябре, это пока что только пробный был вариант, но это прекрасно, поэтому я думаю, что если вы все-таки хотите тоже сделать что-то полезное и приятное, то вам нужно связаться с дирекцией детского парка, конечно же, купить самостоятельно обязательно это дерево и принести его здесь, высадить. Оно также будет расти, крепнуть. И, в принципе, с воспоминаниями о вас память будет только крепчать со временем, поэтому мне кажется, что это прекрасно, поэтому я желаю вам хорошего дня, доброго утра, еще раз так же. А на этом у меня все. Я передаю слово коллегам, надеюсь, что ваша неделя будет полезной, хорошей, доброй. И всего вам, всего самого, наилучшего. Я с вами прощаюсь, до новых встреч. Спасибо, Таня. О, я переключусь сразу же на тебя, Стефан. Скажи, пожалуйста, у тебя есть водительское удостоверение, что ты имеешь право ездить за рулем? Водительских прав у меня пока что нет. Я думаю, что в перспективе они появятся, но начинать я буду с другого. Начну все-таки для начала получу права для велосипеда, на велосипеде вот даже не умею кататься, а ты уже про машины спрашиваешь. Ты знаешь, ты не один такой, я на велосипеде тоже не умею кататься. И, к слову, водительских прав у меня тоже нет. Но я бы с удовольствием пошла бы, отучилась в автошколе. Я думаю, что это такие навыки, которые действительно нужны абсолютно каждому человеку, тем более в нашем современном мире, таком активном, когда ты и сам, мобильный, да, у тебя куча дел. Я думаю, что транспорт личный, да, транспорт в идеале, он бы мог упростить немножечко задачу среднестатистического жителя. Ну, конечно, в современном мире без транспорта никуда. Да, вот только я думаю, что вот пойдешь, ты сдашь на права. И что, у нас теперь пробки будут еще большими? Вот ты как считаешь? Может быть, все-таки не будем усугублять и так на ближайшую ситуацию? Я надеюсь, что только от меня пробки не усугубятся. Все-таки человек вроде бы небольшой, так сказать. Ну, по поводу пробок, да, не могу с тобой не согласиться, что действительно ситуация на дорогах очень такая не совсем простая, и поэтому где-то ходить пешком даже все же полезнее. Ну, вернемся к вождению. Пешком ходить всегда полезнее. И, кстати, знаешь, говоря о пробках, многие вот мои знакомые говорят, что если они планируют время выхода на конкретное, если планируют выходить, к примеру, да, в половину девятого, значит, нужно сделать все необходимое для того, чтобы выйти из дома в восемь, потому что, как ситуация будет с пробками, предугадать сложно. И вот, чтобы не попасть в просак, чтобы не опоздать на учебу либо работу, вот лучше на полчаса раньше выйти, и тогда вот будешь уверен, что не опоздаешь, выговор не получишь. Ты слышала про такие методы? Да, абсолютно с тобой согласна, тем более людям, которые за рулем, однозначно, я считаю, что нужно выезжать раньше, потому что можно ни на 10 минут, даже ни на 20 остановиться и опоздать действительно на работу, что будет не совсем приятно. Слышала, конечно, и я считаю, что это нужные вещи. Но вот, знаешь, я как будущая мама все-таки хотела бы знать больше по поводу того, какие же есть методы, чтобы обезопасить себя, своих детей, да, вот транспорте. Ты, наверное, говоришь во время езды, да? Конечно, во время езды, да. Ну, надо же признать, что самое главное средство это пристегиваться надо, пристегиваться надо обязательно, но и про детей же надо помнить, и для детей нужны специальные автокресла, и кресла бывают вообще разные, самые разные. Какие-то, кстати, даже, я слышал, могут помочь при сколиозе, при заболеваниях спины, то есть можно ехать по городу, ехать, торопиться по своим делам, и при этом у тебя еще и будет выпрямляться осанка, вот даже такие штуки бывают. Но подробнее об этом всем расскажет Салия Салямова, которая разбиралась в этой теме. Сегодня личный транспорт есть практически в каждой семье, чего не скажешь про детские кресла в этих машинах. А ведь перевозить ребенка без удерживающего устройства опасно, и дело даже не в штрафах. Алексей Коронский убедился на собственном примере, что несчастливый билет могут вытянуть даже самые внимательные водители и заботливые родители. Из-за машины в центре города, на улице Гоголя, выскочила дама, которая не смотрела по сторонам, а просто выскочила из-за машины. Благо, скорость была небольшая, потому что город, ну, мне пришлось резко оттормазываться. Ребенок, соответственно, был, то есть он сзади. Если бы такого не было, он бы очень хорошо приложился, даже с небольшой скоростью, к переднему креслу. И примеров, когда автокресло спасло жизни ребенку, тысячи. По статистике, в каждой четвертой аварии в России удар приходится на место, где сидит маленький пассажир. Нередко отсутствие удерживающего устройства при ДТП смертный приговор для малыша. На дорогах республики Крым за 8 месяцев произошло 107 ДТП, в которых 7 детей погибло и 136 получили ранения. Из 7 погибших детей 6-ро это дети пассажира. А теперь о материальном. За перевозку ребенка без кресла водителю грозит штраф в размере 3000 рублей. Столько же стоит и самое дешевое детское сидение. Хотя, стоит ли экономить? Ведь при огромном ассортименте не все удерживающие устройства имеют право быть на полках магазинов. Краш-тесты проходят далеко не все изделия и адаптеры ремней. Автокресла должны защищать ребенка от нагрузок в ДТП, а не создавать видимой защиты, хотя многих родителей все устраивает, ведь штрафуют за то, что кресла нет, а не за его качество. Надежное детское сидение не может быть легким, оно должно иметь жесткий каркас. При выборе автокресла следует ориентироваться не на возраст ребенка, а на его рост и вес. Устройство лучше сажать маленького пассажира без верхней одежды. Если ремни поверх куртки плохо натянуты, малыш может просто вылететь из автокресла. Всегда нужно смотреть, чтобы были хорошо защищены. То есть, вот где у нас голова находится, да, видите, здесь специальные такие вот глубокие выпады, назовем их так, сделаны, и хорошо должны быть защищены тазобедренные суставы. Дети до года размещаются против движения автомобиля. А вот когда рост превышает 150 сантиметров, смело фиксируйте чадо штатными ремнями безопасности. Салия Салямова Максим Турчев Утро Нового Дня Вот мы уже сегодня поговорили о спортсменах крымских, которые показали достойные результаты. Ты знаешь, не меньше младшего поколения детей, подростков, которые действительно талантливы и им есть что показать. Да, их таких детей у нас творческих, талантливых в Крыму огромное множество. И, кстати, у нас даже существует такой конкурс талантов, который так примерно и называется «Таланты». И в гостях у нас Ставр Канев, его продюсер, о том, как же проходит. Проходили кастинги, про кастинги мы знаем. Сейчас Ставр нам и расскажет. Доброе утро. Доброе утро. А ну что, Ставр, что за проект, который вы организовали и проводите? Этот проект посвящен молодым детям талантливым, которые занимаются вокалом, хореографией, оригинальным жанром, то есть показывают всякие необычные штучки, брючки. Правильно я понимаю, что отборочный этап уже закончился? Это был не отборочный этап, это скорее был предкастинг, где мы по всем, по многим городам Крыма, по трём, Симферополь, Евпатория, Феодосия, искали талантливых детей и отбирали их уже на телевизионные кастинги. То есть, грубо говоря, телевизионные кастинги это тоже продолжение отборочного тура дальше. А много людей принимало участие? Ну, к нам поступило больше двухсот заявок по всем городам. А на кастинги прошло сколько? Около 50 человек, но пока точно мы не говорим, потому что ещё заканчиваются отборы и компетентное жюри осматривает. И уже дальше вот из этих 50 будут выбирать лучших, которые будут принимать участие в самом шоу? Нет, вот из этих 50 скорее всего они пройдут в кастинги уже дальше телевизионные и из них уже будут идти дальше отбираться. А сколько планируется вот основной костяк, так сказать, вот кто будет участвовать в этом шоу? Сколько человек? Ну, вот где-то около 50, которые потом будут идти и по выбыванию уже проходить дальше, пока не останутся самые лучшие. Става, расскажи всё-таки об уровне, с которым дети пришли. То есть это дети прям вот певцы, да? Прям хорошо поют или всё-таки это пока ещё такой себе уровень? Это тайна. Дети хорошие, все молодцы, все стараются, кому-то надо больше чуть-чуть работать, кто-то уже достиг какого-то хорошего уровня для своего возраста. Поэтому все молодцы и все не побоялись, пришли, это уже победа над собой, это самое главное. А расскажи, в оригинальном жанре какие были выступления, что показывали дети? Хотя бы вот несколько слов, потому что очень интересно. Вот вы всё увидите в наших дневниках, которые у нас сейчас уже запустились и идут вторник и суббота в 19.50. Мы там показываем маленькие эпизодики. Очень хорошие эквилибристы, цирковые номера были очень интересные, ребята молодцы. Вот очень красиво, я бы так не смог. Дети уже, да, переплюнули? Да, дети уже, да. Хорошо. А когда всё-таки уже будет сама программа, когда люди смогут, крымчане, это увидеть? Ну, как только мы запустим вот уже кастинги, то есть это уже ближе к ноябре месяцу, уже телевизионная версия будет в эфире. Вот, и это будет, кастинги ещё будут у нас проходить в записи, а все остальные уже полуфиналы, финалы, прямой эфир. Так что ждите, это будет очень интересно. Слушай, ну вот всё-таки интересно, а как возникла такая идея вообще такого рода проект создать и организовать? Ну, в Крыму очень много талантовых как бы детей, это видно, и им очень сложно здесь развиваться, куда-то идти вперёд. Мы хотели бы их показать большему количеству людей, чтобы они тоже начали как-то развиваться, расти дальше, потому что это всегда интересно, когда тебя начинают узнавать, ты уже хочешь добиваться чего-то большего и расти над собой. Но ведь шоу «Таланты» это не только о развитии, это уже о показе определённых навыков, когда ребёнок уже чего-то достиг, он пришёл, и он уверен в своих силах, он говорит, вот сейчас пою. Ну, у нас были не только детки, которые там занимаются уже несколько лет, были и просто самоучки, которые просто уже хорошо поют, но они сами. И, возможно, их кто-то увидит, какие-нибудь хорошие педагоги дальше их возьмут за собой и расти, они попадут, начнут заниматься профессионально. Действительно, большие перспективы. То есть такой проект может стать стартом, да? То есть могут смотреть не только в Крыму на этих молодых участников. Сам чего ждёшь от мероприятия? Да уж будет ух! Жду эмоций моря просто и классных выступлений, хороших номеров, которые запомнятся надолго. В перспективе. Может быть, будет, как ты считаешь, и можно ли об этом говорить, может, будет второй сезон, либо вы во втором сезоне уже сразу на взрослых с детей? Посмотрим. Это пусть останется загадкой. У нас есть много разных идей, как развивать этот проект дальше, но мы пока помолчим. Вот как всё пройдёт, хорошо, тогда мы будем поговорить. Тайно, всё так тайно, но будем надеяться, что всё будет складываться. Всё будет очень круто, да, в любом случае. Хорошо, давай поговорим о жюри. Значит, на предкастингах работал один состав компетентного жюри, уже в эфирах будут работать совсем другие люди, но мы их будем потихонечку представлять. Вот мы отсняли уже некоторое количество промо-роликов, где мы будем с этой недели уже их запускать и по очереди представлять всех членов жюри, пока я не буду их называть. Но все ребята очень профессиональные и толковые. А будут какие-то вот общие критерии отбора или это будет как-то... Это вы уже увидите в эфире. Опять же. Будем знать. Отбирать будут лучших из лучших. Лучших из лучших. И... А как отбирать? Вот если пришло 50 детей, все они талантливые, и вот как же из них выбрать-то лучшего? Вот поэтому членам жюри предстоит очень тяжелая работа. Потому что... Действительно, не зря говорят. Тут иногда взрослых как бы отбираешь и грустно с кем-то обращаться с детьми намного, конечно, это все сложнее. Мне кажется, в каком-то роде членам жюри будет даже сложнее, чем самим детям. Я думаю, что намного сложнее будет, да, потому что выбрать кого-то из нескольких хороших и оставить только одного, это очень тяжело. Родители. Родители же наверняка приходят за детьми и приводят детей. Как они вообще себя ведут? Переживают, подбадривают? Вот расскажи. По-разному, да. По-разному, да. Конечно, переживают. В основном родители, они же всегда за своих детей переживают. Они считают их самыми лучшими и лучше их не бывает. Вы прекрасно это понимаете. Вот поэтому, да, переживают, нервничают. Но так как пока мы еще никому ничего не говорили, кто прошел, кто не прошел, они не сильно еще пока нет. Далеко не на все вопросы получилось узнать ответы, потому что информация пока что секретная. Тем не менее, Ставр, большое тебе спасибо за такой интересный рассказ. Дети это всегда хорошо, когда это еще и творческие дети. Очень круто. А нашим телезрителям хочу напомнить, что в гостях у нас был Ставр Канев, продюсер шоу «Таланты». Но мы движемся дальше и посмотрим сейчас самые популярные интернет-ролики, в которых в перспективе даже могли бы поучаствовать эти дети. В Амстердаме появилась новая достопримечательность. Общественный фонд экологии спроектировал плавающий парк. Материалом для его сооружения послужил переработанный пластик. Пользователи интернета уверены, такие объекты нужно устанавливать в каждом городе. Не пугайтесь, этим людям ничего не угрожает. Это виртуальное пространство. Разработчики реалистично передали атмосферу мегаполиса. Пройтись по шаткой доске в этом 3D-мире задача не для слабонервного. Наблюдая за эмоциями посетителей, остается только удивляться, каких высот достигли современные технологии. Креатив и фантазия творят чудеса. Парням удалось создать новое направление в хореографии. Название жанру пока не придумали, но это не отменяет ежедневных тренировок, благодаря которым ребята добились такой синхронности движений. Неумытым трубочистам стыд и срам. Утро этого чистюли всегда начинается с водных процедур. Пользователи социальных сетей шутят, что скоро попугайчик будет чувствовать себя как рыба в воде. Немецкий художник Тим Бенгл придумал необычную технологию написания картин. Вместо красок он использует песок разных оттенков. Работы мастера уже нашли широкую популярность у ценителей современного искусства и представлены во многих галереях Европы. Выдержка, сдержанность и скромность. Похоже, этого питомца учили хорошим манерам в Оксфорде. Домашний любимец терпеливо ждет, когда хозяин угостит его лакомством и отводит глаза, когда его пытаются обвинить в попрошайничестве. Сразу видно, благородство у него не только в собачьей родословной. На побережье города Батуми расположена восьмиметровая движущаяся статуя. Мужчина и женщина ежедневно проходят сквозь друг друга. По задумке грузинского скульптора Тамары Гвеситадзе, это творение символизирует трагическую любовь, которая произошла. Я считаю, что скульптура поистине уникальна, потому что, во-первых, идея глубокая, идея интересная. И вот мне интересно с технической стороны, как это все работает, как так происходит. Я так понимаю, что мужчина и женщина, они сливаются буквально 10 минут, находятся в таком положении, как бы объятии, и затем снова расходятся и уже до следующего вечера. Как говорится, принцип любви ждать, ждать и еще раз ждать. И акцентировать внимание надо не на том, что они расходятся, а все-таки на том, что каждый день они сливаются воедино. Да. Вот твое замечание и дополнение, конечно же, абсолютно согласны с ним. Но мы идем дальше и расскажем о том, чем же занимались, о том, чем же в последнее время занимались феодосийские МЧСники. Лето закончилось, и они вот с моря все-таки никак и не выйдут, а они выйдут, потому что нашли там недавно бомбу времен Второй мировой войны, которую успешно обезвредили. Да, самое интересное, что бомба, это была весом 250 килограмм. Для меня, конечно, это было вообще очень удивительно. И еще хотелось бы сказать, что, как сообщают в МЧС, с начала этого года пиротехники ведомства они обезвредили порядка 18 тысяч взрывоопасных предметов на суше, но также и на воде на территории Крымского полуострова. Это, я думаю, значительная цифра. Ну, теперь пора дать слово нашему мобильному корреспонденту Татьяне Балыкиной. Надеюсь, будет рассказывать она не про бомбы, про что-то более позитивное. Таня, доброе утро. Доброе утро, Тань. Итак, у нас еще полчаса впереди. Вот что ты, наверное, хотела сказать. Я хотела это сказать и, конечно же, немножечко еще новостей нашим телезрителям, чтобы они не скучали, а слушали, что же у нас в Крыму происходит. Итак, в детском парке в Симферополе стартовала акция «Семейное дерево». Принять участие смогли практически все желающие? Ну, не смогли, а смогут. Давай не будем забегать вперед. Они еще, все желающие, примут участие в этом мероприятии, потому что оно, насколько мне известно, стартует массово, именно стартует в ноябре. Но отчасти ты права, потому что первое дерево уже там засадили. Резкий орех, если я не ошибаюсь, да, просто настолько это такой позитивный момент для меня, поэтому я так. Орехи любишь? Очень. Ну, вот значит, когда-нибудь, может быть, ты сможешь ими полакомиться. Посадила грецкий орех симферопольская пара, супруги, и, кстати, сделали они это, приурочили это событие к сороковой годовщине своей свадьбы. И можно так сказать, что деревом они наверняка будут заниматься, будут за ним ухаживать и лепить его как настоящий скульптор. И, кстати, в следующем сюжете именно о скульпторах мы и поговорим. Современная скульптура давно не музейный экспонат, а часть городского или садово-паркового пространства. Игорь Лысенко работе с глиной посвятил всю жизнь. Считает, что лучшее арт-пространство для его работ – сад. Пришла мысль, что лучше работу выставлять на улице, потому что скульптура в помещении занимает какое-то задавленное пространство. Некоторые скульптуры имеют философский подтекст. Для того, чтобы их понять, понадобится открыть произведение мировой классической литературы. Например, основу идеи композиции «Три ангела» мастер позаимствовал у итальянского мыслителя. Как рождается человек и как ему дальше придется жить. Дело в том, что ангел принимает каждого человека и просит Господа, чтобы он ему дал талант. Среди большого количества лиц взгляд замирает на одном. Не часто встретишь настолько замысловатую скульптуру. Был такой поэт Руни. Он работал вместе с другими иранскими поэтами того времени. И у него была такая фраза «Зашейте мне глаза, пусть сердце будет глазом». Центральное место в творчестве скульптора занимает тема тавриды. Амфоры, сосуды в окружении олив и древнегреческих богинь. Все, как во времена античности. Это модель скульптуры Нериды, морской нимф. Ее законченный вариант находится на даче Чаир. Тересен тот факт, чтобы отлить ее из бронзы, нужно сначала разделить на части, а затем заформовать. Главные идейные вдохновители близкие люди. В лице древнегреческой богини можно найти сходство с супругой художника. Работает мастер с разными материалами глина, бронза и керамика. Основной материал для работы в скульптуре это глина. В среднем на одно произведение может уйти около трех дней. В мастерской автора можно встретить исторические, античные, библейские мотивы. Вот, например, композиция «Исход». Люди покидают родные дома и уходят никуда. Скульптуры обжигаются в печи при температуре 1200 градусов. Конструкция изготовлена на заказ, и благодаря внутренней отделке об корпус не обожешься даже в самый разгар работы. Она работает уже больше 20 лет. Выложена из совершенно уникального кирпича, который изготавливался там в научно-исследовательском институте. Искусство без границ. Работы мастера можно встретить в частных коллекциях в странах Западной Европы. Часть скульптуры экспонируется в Польше, Англии, США, Чехословакии, Украине и России. Ольга Литвиненко, Влад Мошек. Утро нового дня. Как ты думаешь, Стефан, сейчас вот в нашем современном мире важно знать не только что ты должен, да, вот свои обязанности, но и права важно знать. Права и обязанности вещи достаточно равносильные. И, кстати, сейчас мы об этом и поговорим с нашим гостем. У нас в гостях Ольга Леонова, шеф-редактор Крымского информационного агентства. И не так давно началась акция, началось мероприятие, которое соединяет в себе 57 стран. Конкретно мы говорим об ОБСЕ. Доброе утро. Доброе утро. Как началось ваше утро? Такой вводный вопрос. Сегодняшнее утро. Конечно. Весьма бодро, потому что пришлось быстро-быстро собираться и бежать сюда на утренний эфир к вам. Ну, главное, вы уже здесь, вы успели. И давайте расскажем тезисно, какие были основные идеи вот конкретно в вашей поездке, в рамках вашей поездки. Это мероприятие до сих пор проходит в Варшаве. Это ежегодное бюро по демократическим институтам и правам человека в рамках ОБСЕ. И в нем принимают участие в том числе и наши российские коллеги. Вот сейчас, например, там присутствует, насколько я знаю, глава общественной палаты Крыма Иван Иванович Бажир. Вот, он говорит о национальном вопросе в Крыму, о том, что в Крыму мир и спокойствие. И это площадка для того, чтобы донести свои проблемы для некоторых стран. А для крымчан, как для россиян, это площадка для того, чтобы рассказать о том, что наоборот у нас-то в общем-то все спокойно и хорошо, в отличие от всего того, что рассказывают о нас в других некоторых мировых странах. То есть вы говорите о том, что это еще один повод рассказать о том, как мы здесь живем, открыть людям глаза на обстановку в Крыму. Да, конечно, это международная площадка именно для этого. Не всегда хотят слышать, не все страны хотят слышать правду. Некоторые просто не верят, а некоторые... У них такая политическая установка, например, у нашего северного соседа. И у нас была группа журналистов, которые рассказывали о том, как работают средства массовой информации в Крыму, о свободе слова. Как она соблюдается, как одно из основных прав человека. О безопасности журналистов была секция, о правовой безопасности журналистов. Вот об этом все мы рассказывали. А получилось ли в этот раз, чтобы вас услышали, когда вы были на этом мероприятии? Вы знаете, мне кажется, что что-то меняется. Потому что когда в отношении вашего коллеги Александра Макаря, его украинские коллеги... Потому что это не дело журналиста быть провокатором, а они пытались его провоцировать, откровенно провоцировать, то один из сотрудников бюро и сотрудников ОБСЕ просто подошел и попросил украинцев выключить камеры и перестать продолжать риторику в том духе, в котором они ее вели. Наверное, что-то меняется. Если бы позиция бюро была настолько жесткой, наверное, бы нас или не пустили, а нас пустили все-таки. Или бы вот этого его жеста не было бы с его стороны в отношении Александра Ирвина, гендиректора телеканала «Милет». То есть украинские коллеги провоцировали их. В вашем лице и в лице крымской делегации хотелось бы поблагодарить всех за то, что вот такие важные для крымчан, для всей России идеи, новости, события вы доносите до мирового сообщества. Хотелось бы узнать, члены других делегаций, других стран, о чем говорили они? Какие проблемы также поднимались? Ну, поднимались проблемы... Вы знаете, мы, наверное, не совсем в курсе всего, что происходит. Там, например, Таджикистан много говорил о свободе слова, о том, что у них не очень все хорошо. Но мы не знаем этой повестки, мы не живем ей, поэтому, насколько они объективны, сказать тяжело, наверное, будет. Ну, вот эти вот в рамках... Все было в рамках секций. То есть в рамках тех секций, на которых я была, это в основном были секции по журналистике. Сейчас проходят секции по национальным вопросам, по правам еврейского населения. Там есть еще, например, секции свободы женщин. Вот различные НКО принимают в них участие и различные гражданские институты. Насколько масштабные мероприятия? Мероприятия масштабные, на самом деле. Это множество стран, много десятков, более 50. И, ну, конечно, не на каждой секции представителей всех этих делегаций, но мероприятие масштабное. Дело в том, что проходит основная сессия. Существуют еще так называемые сайт-ивенты, которые располагаются в других аудиториях. И там тоже собираются люди на своеобразные такие круглые столы и обсуждают проблемы. Проблемы, в общем-то, мировые. И каждая страна пытается донести свои плюсы и минусы, то, что у них болит. Правильно я понимаю, что мероприятие стартовало 16 сентября. И длится оно две недели. То есть еще неделю оно будет проходить. До 27-го, по-моему. Ну, чуть меньше недели оно еще будет проходить. На данный момент до самого конца. Будут оставаться ли члены наших делегаций? Я говорю о России. Ну, вы знаете, если мы говорим про крымчан, то вот я знаю, что 24-го должна быть секция по делам национальности. И там должны быть наши крымчане. Но дело в том, что некоторых не выпустили, некоторым не дали визу в Польшу. Мы же знаем, как тяжело получить не просто шенген, а именно польскую визу. Это сложно. И это некое такое чудо, что нам, в принципе, ее дали с нашими крымскими паспортами. То, о чем многие говорят. Но, наверное, это, опять же, как я уже говорила, это знак того, что, наверное, что-то меняется. Чуть-чуть, но меняется в отношении России. Представители России там, конечно же, есть. Это представители федеральных каналов, Общественная палата Российской Федерации, различных корпусов мира, расположенного в России и так далее. Они есть. Но будут ли принимать они участие, принимают ли сейчас, я не могу знать, потому что такая происходит все время некая ротация людей. Кто-то прилетает, кто-то улетает, кто-то принимает участие в определенных секциях. Ну, не имеет смысла быть сначала и до конца одному и тому же представителю. Каждый отвечает за свой вопрос и каждый прилетает к тем секциям, проблематику которых он понимает. Более 50 представителей с разных стран мира. Очень много полезной информации и проблематики звучит. Вот мне интересно, вот тот факт, что люди говорят на разных языках, это представители разной культуры, мешает ли людям услышать друг друга? Нет, не мешает. Во-первых, потому что существует шесть языков ООН, как мы знаем, это шесть языков межнационального общения. Один из них русский язык, мы выступали на русском. Там есть переводчики, которые переводят, и у каждого есть специальный прибор. Вот это вот, я не знаю, как он правильно называется. И можно понимать все, что слышат. Я больше говорю о том, вот люди сами, они готовы слышать друг друга, готовы слушать коллегу из другой страны. Все очень вежливо, все очень, вот, исключительно была вот одна группа людей, это были украинцы, причем вот украинские СМИ, какие страны, которые достаточно агрессивно себя вели. Все остальные ведут себя предельно вежливо. Правда, на выступлении, например, моей коллеги Марии Волконской, Канада, Украина и, по-моему, Франция, Америка встали и вышли. Но, тем не менее, люди общаются в кулуарах, конечно, на английском, на русском, на украинском. Мы общались, например, с украинскими оппозиционными, нынче оппозиционными властью, средствами массовой информации. Некоторые из этих людей проживают, например, в Германии, потому что не могут жить на родине. Хотя их мнение, например, о том, что нужно дать возможность Крыму и Донбассу самоопределиться, но по некоторым вопросам мы с ними расходимся. Но, тем не менее, мы приятно и вежливо общались друг с другом. Это замечательно. Хотелось бы, знаете, что вас спросить. Посещая секции, а что для себя лично такого важного, значимого вы вынесли? Ира, наверное, говорит не о профессиональной деятельности. Да, больше как лично. Лично вы, как женщина, как человек, что вы для себя подчеркнули? Ну, наверное, то, что правда, мир, мир, к сожалению, сейчас разделен на тех, кто хочет слышать правду, на тех, кто слушать ее абсолютно не хочет и предпочитает жить в своих неких представлениях. О том, что мир больше, чем мы себе представляем. Например, те же самые проблемы того же Таджикистана, там была большая делегация. Мы ничего об этом не знаем. Наверное, нам стоило бы, наверное, знать. Ну, понятное дело, всех новостей не узнаешь. Но, может быть, это правда существенно и важно, и стоит на это где-то тоже обратить внимание. Я хочу вас поблагодарить за такой интересный, актуальный политический, не только политический диалог. Нашим гостям я напоминаю, что у нас в гостях была Ольга Леонова, шеф-редактор Крымского информационного агентства. И хотелось бы отметить, что вот такого рода мероприятия, действительно, они входят в историю. А о том, что же уже вошло в историю в этот день, который сегодня, мы напоминаем 23 сентября, в следующей рубрике. 23 сентября 1839 года в Москве заложен храм Христа Спасителя. Строительство началось по указу императора Александра I в честь победы над войсками Наполеона. Возведение стен, золочения куполов, роспись сводов длилась 44 года. На то время храм Христа Спасителя стал самым высоким сооружением Москвы и самым вместительным культовым сооружением в стране. После революции на месте собора решают возвести Дворец Советов, и в 1931 году фундамент здания взрывают. Позднее оставшиеся после сноса ценные материалы, такие как мрамор, используют для отделки московского метрополитена. Восстановление собора начинается в 1994 году при содействии мэрии Москвы. Сегодня Кафедральный собор Христа Спасителя является главным духовным центром страны и одной из самых ярких достопримечательностей российской столицы. Ир, кем мечтала быть в детстве? Ой, я все детство мечтала быть либо телеведущей, как ни странно, либо певицей. Ну, с голосом, как бы, знаешь, не совсем задалась. Вот, а ты? Я мечтал, да кем только не мечтал. В принципе, в моем детстве многие дети мечтали быть космонавтами, хирургами. И да кем только не мечтали. Вот кем стали, это уже другой вопрос, кстати. По крайней мере, у моих друзей, да и, наверное, у меня это все сложилось, все это реализовалось или в процессе. Но теперь вспомни, вспомни вообще что-нибудь глупое вот в детстве. Вот какая-нибудь мечта же была такая, которая, может быть, сохранилась в тебе сейчас? Какая-то детская глупая мечта. Ты знаешь, не хочется что-то выдумывать, вот не приходит на ум, но вот почему-то хочется сказать и где-то с тобой обсудить, как важно, наверное, сохранять вот это вот какое-то непосредственное детское отношение к миру, когда даже вот ты взрослый, неважно, сколько тебе лет, 20, 40, 50, а у тебя в душе вот такой вот позитив и солнце. Мне кажется, это здорово и помогает в очень многих таких трудных и даже, я бы сказала, сложных ситуациях жизненных, когда просто стоит поменять отношения, улыбнуться чему-то, и все меняется. Ну, мне трудно об этом говорить, потому что я вот как-то в себе внутреннего ребенка не нашел или потерял. Не убивай его в себе, не надо. Потому что действительно, ну, я так считаю, я абсолютно не претендую на стопроцентную правду, но мне кажется, что позитив, солнце, вот такое вот, еще раз повторюсь, детское отношение к жизни, но не инфантильное, оно бы, наверное, помогало многим и улучшало жизнь каждого. Ну, я бы перефразировал, сказал бы, может быть, не детство, а относиться к вещам проще, да, вот посмотреть на них с другой стороны. И о том, как же это делать и для чего, в принципе, это нужно делать, знает наш корреспондент Александр Кононов. Именно об этом он и расскажет в следующем репортаже. Куклы, машинки, мечи, конструкторы, а еще и карусели, батуты и прочие детские удовольствия. Можно очень долго перечислять варианты для игр. Иногда даже взрослому сложно не поддаться соблазну почувствовать себя ребенком. Самое прекрасное в детстве – это беззаботность получения удовольствия от простых вещей. Но есть и свои минусы – юный возраст быстро заканчивается. Все же оставаться ребенком в душе вполне возможно. Некоторые считают это особым талантом, свидетельством артистических способностей, а другие даже зарабатывают этим, как, например, клоуны. Но все же детскость – это просто умение радоваться жизни. Когда мне смешно так про себя думать, что я ребенок, но, может быть, можно и так рассуждать. Мне 23 года, но я полностью себя чувствую на все 14 лет. Это незабываемое ощущение. Настоятельно рекомендую всем взрослым хоть раз да почувствовать себя ребенком. Однако многие взрослые стесняются этого состояния, а некоторые и вовсе стараются его не проявлять, считая, что дурачиться плохо. Психологами доказано, что на время отвлекаться от повседневных забот нужно. Положительные эмоции благотворно влияют на организм, помогают бороться со стрессом, улучшают самочувствие. У каждого человека обязательно есть три состояния всегда, в любой момент жизни. Ребенок, взрослый и родитель. И вот как раз состояние ребенок отвечает за нашу сферу желаний, за четкое понимание, чего я хочу, за то, что человек может как-то творчески выражаться. Состояние ребенка, оно полезно, и оно полезно каждому из нас. Особенно хорошо впадать в детство получается у тех, у кого есть маленькие дети. Ну это не объяснить просто словами. Приходит какой-то азарт детский. Начинаешь играть с ним в его мечты. Мы все вместе делаем. Вместе мячик, вместе каштаны, вместе мелочки рисуем. Игра с детьми не только дает возможность шалить, но и очень полезна для укрепления взаимоотношения с ребенком. Бегать, прыгать, пачкать друг друга красками, вместе танцевать. Это значит быть с ним на одной волне. Обязательно. Если вдруг у вас появляется хоть какая-то малейшая возможность почувствовать себя ребенком, делайте это. Психологи рекомендуют. Самое главное – это не впасть в детство надолго. Не погрузиться в состояние инфантильности. Тогда все может закончиться плачевно. Ведь когда свою вину человек перекладывает на других, начинается безответственность. Александр Кот, Андрей Псом. Утро нового дня. Нам хочется поблагодарить наших партнеров, компанию «Фавилла», которая предоставила для нас вот эту вот мебель. Но время нашего эфира, к сожалению, пролетело незаметно целых два часа. Мы уже подходим к концу. И хочу напомнить вам, что сегодня в студии для вас работали Стефан Филатов и Ирина Борилюк. Ну, а делали мы это сразу же на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым24. И прощаемся мы с вами ненадолго. Уже завтра снова увидимся. Да. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!